Всем привет! Вы на канале спортклуба МКС Байкал. С вами Александров Евгений. Сегодня у нас круговая тренировка на улице. Мы работаем 5 станций по 2 минуты. На каждой станции по 2 раунда. Минута отдыха. Сейчас разберем эти станции. Первая станция лоу-кик. Работаем. Работа в стойке. Наносим удары. Ноги меняем. Правой, левой ногой. Идет отработка ударов. Наша задача срубить этот столб железный. Как Ван Дамм срубил пальму. Кстати, качается столб. О, уже жестко. Он уже гнется, смотри. Все, давай. Щепки летят. У меня жесткий лоу-кик. Все равно. Все. Работа на лестнице, на координационной. Делаем максимально темпы упражнений. Также работа у нас 2 раунда по 2 минуты. Всегда-то взрывается. И доходят до конца. Стараются быстро дойти. Ну, пройти эту лестницу. На этой станции работаем с тяжелым мячом. У нас 5-килограммовый мяч. Работа со стойки. Кидаем. Имитируем удары. Здесь работают мышцы, которые участвуют в ударе. То есть развиваются. Здесь и апперкоты у нас идут. И сбоку удары прямые. Это вот первый раунд. Второй раунд упражнений и много другое. Второй раунд здесь делаем 2 упражнения. Присед, присед. Глубже присед. Выкидываем спиной. Выбрасываем, да. У нас уже другие мышцы работают. И с приседом. Это уже комплексное упражнение. У нас работают ноги. Ребята, что просто устали, уже не приседаются. Вот. Как бы присед и выталкиваем мяч как можно дальше. Здесь также работают мышцы, которые участвуют в ударе. Которые дают нам взрыв. Которые, скажем так, делают на каутирующий взрывной быстрый удар сильный. Вот такая круговая тренировка у нас очень важна. Очень важно, чтобы ребята, те, кто тренируется, они в полной мере освоили упражнения. То есть можно давать вообще постоянно разные упражнения, сложно-координационные. Но если они их не будут правильно осваивать, не будут правильно, ну, в смысле, не будут правильно выполнять их, то коэффициент полезного действия самой тренировки, он снизится. То есть очень важно, да, то есть не само разнообразие, да, тренировок, каких-то сложных упражнений, там, супер включать в тренировку. Важно, чтобы правильно выполняли. Вот даже сейчас с мячом, да, выбрасывание, ну, не до конца, ребята, правильно выполняли, потому что еще, ну, как бы не доведено оно до автоматизма, да. Поэтому не рекомендую постоянно менять упражнения, там, увидел, что-то делает профессиональный спортсмен, сразу его включаешь, да. Вторая минута пошла. Вот, поэтому важно, важно, здесь важнее, чтобы ребята правильно выполняли, чтобы работа была дозированная, чтобы координационно было верно выполнено упражнение, например, те же ускорения на лестнице, там, удары какие-то, да, чтобы они выполнялись правильно. Вот вам простой пример, далеко ходить не надо, часть ребят здесь тренируются, а там вот молодежь стоит и курит, лет по 15, наверное, по 16. Ялки-палки. Работа на лапах у нас, станция, значит, мы работаем атакующую связку и вход захват отрабатывается, без броска, естественно. Вот, наша задача именно наработать, бое сложное упражнение делится на части, и вот здесь как раз отрабатывается часть упражнения, атака, вход, захват, и когда уже мы будем в зале работать, это будет в броском, естественно. Следующая работа с гантельками идет у нас, первый раунд с гантельками, работаем преимущественно руками, любые удары наносятся, ноги тоже подключаются к этим, конечно. И второй раунд мы работаем без гантелек, раскидываемся, бой с тенью, то, чтобы разбросаться. Раскидать забившиеся руки, мышцы. Ну, вот такая у нас круговая тренировка сегодня проходит. Ребята уже все устали, у нас заключительный раунд. То есть в общей сложности у нас получилось 10 раундов, мы работали по 2 минуты, ну, средняя минута отдыха, все в поту там, в некоторых местах, потом залили уже площадку. Вот, такая вот работа интенсивная идет, работаем, конечно, в меру своих сил, естественно. Стараемся подбирать вес, вот если, например, по мячу, девушкам, естественно, должен быть мяч легче. У нас 5-килограммовый, достаточно 3-х, например, килограмм, даже 2-х, ну, если не подготовлены. Ну, и так далее. То есть работа в меру своих сил никто не перерабатывает, да. То есть если ты новенький, то, соответственно, просто интенсивность меньше, снаряды меньшего веса, да. И даже упражнения мы подбираем полегче для людей, которые, ну, недавно пришли. Здесь уже ребята более-менее опытные, тренируются уже не один год. Поэтому вот такая круговая у нас сегодня. В процессе тренировок выявляются сильные стороны спортсменов. Некоторые ребята пришли уже с других клубов, уже, ну, тренировались, поэтому моя задача, вот я им держу лапы. Прогоняем сначала основные связки. Смотрю, какие удары у них получаются лучшие. Какая рука сильнее, да, то есть, с какой стойкой он работает, какие связки идут у него, да. Да, то есть мы полегонечку начинаем их совершенствовать, оттачивать вас. То есть для того, чтобы, как я говорил уже в одном из своих куртусов, видео, да, что мы должны вынимать сильные стороны и развивать их. В этом и заключается дар педагога, да, в том, что увидеть лучшее в каждом человеке, увидеть его таланты и указать путь, в каком направлении, да, надо ему развиваться, человеку, чтобы он смог раскрыться, чтобы он смог добиться максимально высоких результатов именно в своей сфере, да, в той сфере, в которой он силен. Ну, на этом наша тренировка подошла к концу. Надеюсь, вы для себя подчеркнули что-то полезное, увидели, может быть, получили мотивацию для тренировок. И всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, помогает нам развиваться, двигаться. И всем спортивного мастерства!